Всем привет! С вами Прия. Сегодня поговорим о модификаторах 7.2, об их изменениях и те, которые модификаторы вводятся в новинку. Скажем так, некоторые модификаторы удлины, некоторые изменены, некоторые добавлены. Начнем же с изменений уже имеющихся модификаторов. Модификатор упрямый. Ослабление угрозы понижено до 75%. Ранее было 80%. Модификатор укрепленный. Прибавка к урону понижена до 30%. Было 40%. Укрепленный это модификатор последнего типа на мобов. Тиранический. Прибавка к урону понижена на 15%. А было 20%. Собственно, это модификатор на боссов. Станет 15%, было 20% усиления дамага. Кровавый. Радиус был увеличен до 8 метров. Конкретно обговаривается радиус кровавой лужи, которая появляется при смерти моба. Модификатор усиливающий. Радиус действия был уменьшен до 30 метров. Было 45. Вполне неплохо. Некротическое гниение. Ну, его изменения уже произошло. Даже Близзард не стали дожидаться 7-2. Не стали, в основном, да. Они не стали дожидаться 7-2 и уже переделали некротическое гниение. В простонародье и некротик. Он прекращается после окончания боя, а время действия уменьшено до 8 секунд. Было 10 секунд. Уже введено. Я вполне доволен этому. Модификатор переполняющий был удален. Все хилы могут возрадоваться и хилить, сколько им влезет. Теперь же поговорим о новых 4 модификаторах. Это Разрывной, Взрывной, Сотрясающий, Увечащий. Просто кошмарные названия. Злые весьма. Начнем же. Модификатор Разрывной. Это на 4 уровне он будет вводиться, то есть с самой первой иконкой. Ну, типа, самым первым модификатором. При смерти не являющиеся боссами существа взрываются, то есть обычные трешевые мобы. В результате чего все игроки теряют 10% запаса своего здоровья в течение 4 секунд. Эффект суммируется. Что-то подобное мы видели на элгеноте мифики при взрыве капель. Капли равно мобы. Вот так вот. Это будет небольшое замедление в прохождении каких-либо ключей малых в плане фарма и каких-либо прочих элементов. То есть нагреть всех мобов первоначальных с боссом в отроби душ, скорее всего, не получится. Либо придется фокусить отдельно мобов и убивать одного моба раз в 4 секунды, а это надо напрягаться. И поэтому все очень-очень плохо и придется как-то разрабатывать персональную тактику на это дело, скорее всего. Манификатор взрывной будет добавлен на 7 уровне второй иконкой. Во время боя противники периодически призывают взрывные сферы, которые взрываются и наносят 50% урона от запаса здоровья игроков, если не уничтожатся. Что-то подобное было на пандаринских трофеях в самой сложной сложности. То есть мифической, ранее называлось героической. Нужно было просто убивать эти сверки, которые появляются периодически. Сейчас в пример можно привести искры, которые появляются в катакомбах от больших аномалий. Да, что-то подобное, скажем так. Просто свитчится в дополнительную цель, разоуешить. На самом деле все будет видно в плане приоритетов ее атаки. То, что если у этой сферы будет много хп, тогда придется персонально в нее дамагать. Если же ее здоровье будет наравне с мобом, то уж точно. А если лямов там 5-6, то это дело все ауешится. Далее модификатор сотрясающий. Также седьмой уровень модификатора, вторая иконка. Периодически игроки будут сотрясаться, нанося урон в размере 20% от запаса здоровья. И прерывая чтение заклинаний у себя и ближайших союзников. Ой, вот это уже опасный модификатор. Касательно того, что группу может резко просадить от какого-либо коста, допустим, и потом будет это землетрясение, скажем так, и просто все умрут. Весьма печально, если так оно и будет происходить. Посмотрим на деле, как часто этот сотрясающий будет появляться. Если раз в минуту не страшно, раз в полминуты, ну да, тогда придется проявлять внимание. И интересно то, что в бою ли будет прокать это дело, или просто по своему какому-либо таймеру, в плане того, что чисто раз в полминуты, или раз в полминуты, пока вы находитесь в бою. Ну, потестим, посмотрим, почему бы и нет. А вот и моя рега с сумочкой, что самое главное. Это очень хорошо. Итак, ну и последний модификатор, это увечащий. Модификатор седьмого уровня, вторая иконка. Игроки с запасом здоровья ниже 90% поражаются увечащими ранами. Скорее всего, это тикающая дота. О, аметистовая крепость, отлично. Скорее всего, это какая-то тикающая дота будет, которой появление допустить просто нельзя. Очень хорошо тут будут работать различные рейдхилы, типа друидов, допустим, которые просто могут навешать свои заклинания периодически, которые исцеляют, да и все. И сидеть кайфовать. Очень классный комментарий на самом деле. Так что, как-то вот так вот. Очень хорошо то, что ослабляют старые модификаторы. Это как-никак открывает доступ к более высоким и высоким ключам. Весьма неплохие новые модификаторы. Удаление переполняющего очень обрадует хилов паладинов. Потому что их криты по 3-4 миллиона в последнее время не очень-то радуют. Как-то так. Осваивайте ПВЕ-контент, одевайтесь. В 7-2, конечно же, можно будет и еще лучше одеться. Планка Эквипа повысится, разумеется. Либо она повысится сразу, либо повысится при выходе рейда. Все это посмотрим. Выход 7-2, надеюсь, что уже скоро. Так что будем стримить, будем осваивать вместе с вами. Всех вам благ, счастья, здоровья, удачного покорения ПВЕ-контента, голды побольше, легендарочек и всего-всего самого лучшего. До скорого!